Без жертв обошлось и в историю с исчезновением исследовательского судна США, которое занималось поиском пропавшего над Индийским океаном Малазийского Боинга. О судне ничего не было известно целых четыре дня. И каких только версий за это время не выстроили. Даже всерьез говорили о мистической пропаже и о том, что на карте мира появился новый Бермудский треугольник. Какой же оказалась разгадка об этом Алексей Квашенкин? На поиски загадочной и практически бесследно исчезнувшего рейса MH370 власти Малайзии потратили уже почти четыре года и более 150 миллионов долларов. Безрезультатно. Найденные случайно несколько обломков позволили лишь немного сузить область поисков. И тут словно из ниоткуда появляется таинственная американская компания, которая подписывает контракт на странных условиях. Все или ничего. Вознаграждение в 70 миллионов австралийских долларов только при условии, если они найдут место крушения самолета. А затем случилось непредвиденное. С самого начала эта история была довольно мистической. Начиная с того, что само исчезновение Боинга можно назвать самым загадочным происшествием за всю историю авиации. А теперь новый виток. Исчез и корабль, который занимался поисками самолета. Поисковое судно «Сибетконстрактор» — это, пожалуй, самый совершенный комплекс для подводных поисков. Достаточно сказать, что на его борту несколько беспилотных подводных лодок и катеров-дронов. Да и само судно, напичканное суперэлектроникой под завязку. И вдруг оно перестает подавать сигналы. День, два, три. Некоторые уже заговорили о новом Бермудском треугольнике. Но на четвертый день сигнал снова появляется. Версию с неполадками на борту эксперты исключили и кое-что заподозрили. Я абсолютно уверен, что команда намеренно выключила датчик, чтобы остаться незамеченными. Судя по всему, мы имеем дело с охотниками за подводными сокровищами. Специалисты подозревают, что «Сибетконстрактор» обследовала обнаруженный во время поисков Боинга остов шхуны «Инка», затонувший еще в 1911 году. И тут важно одно странное обстоятельство. Компания-владелец судна, вызвавшаяся искать малазийский самолет, никому неизвестна. Зато ее оборудование в точности совпадает с тем, какое есть у знаменитой, опять же, американской корпорации, специализирующейся на глубоководных поисках. А значит, подписанный на невыгодных условиях контракт на поиск пропавшего Боинга может оказаться лишь прикрытием для охоты за морскими сокровищами. Алексей Квашенкин, Екатерина Григорьева. Итоги дня.